всем здравия желаю всем 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 кто подписан на меня кто смотрел меня в принципе кто помнит меня вот пришел со всеми поздороваться повидаться так сказать и плюс тут поговорить вот как бы так если соскучились по мне то милости прошу к шалашу и так что у нас на данный момент и о чем я хотел поговорить хотел поговорить о разных ситуациях которые происходят в последнее время и вот этой об этих двух бритвах которые мне прислал мой постоянный заказчик который от самого начала до самого конца у меня постоянно заказывает бритвки советуются что делать как ему ремонтируете бритвы то есть как бы ну вот так вот давайте начнем с бритв прислал мне один человек не буду даже называть имя на всякий случай уж тем более фамилию вот он увидит этот человек на видео что у меня получилось что сделали во первых вот эта бритвка у нее нужно было поменять оправу потому что она была вот такая вот и закрыла я нам тут сломалась потому что была подтяжка клепки ну и нагрузка так далее в общем вот она сломалась сделал из же 10 но с пинами и шайбами из латуни то есть желтых желтому вот они такие зеркальные вот такую то правку с оранжевым клинышком заточку как вы договаривались не трогаю то есть все остается на своих местах все идеально все ой все ровно чуть не уронил но мне конечно некогда было этим заниматься конкретно но как вот сегодня взялся вчера вернее еще взял сегодня вот доделал наконец-то если быть точным и знаете как прям порадовал эта работа то есть не то вот обычная вот суета который там с ножами с клинками вот это вот тоже нормально все но как бы души там не хватает немного не хватает душевности и вот поэтому я сегодня занимался реально с душой вот с этими работами то есть вот тут менял оправу вот тут геометрию клинка вот оправу решил все-таки оставить потому что можно было поставить как по договоренности древесину но такой путной древесины меня сейчас нет вообще который было достойно оправы поэтому оставил g10 и там g10 и вот так вот переделал ладно чуть-чуть недопротерто чуть-чуть вот так вот переделал полотно с тоненькой тоненькой подводочка я ее подготовил под заточку еще надо забыть затачивать ее вот тонюсенькой и равнюсенькой все хорошо все четко вот такая вот красава вот ну теперь показал можно и рассказать во первых хотел бы сказать по поводу заточки потому что эхо до сих пор еще продолжается хотя где-то примерно сколько там год уже не впускаю бритвы до забросил все это дело сколько уж не помню но эхо до сих пор естественно и эхо отдается оттуда откуда ну не то что почти не ждешь но принципе я ожидал большего от тех вот людей которые берутся за заточку а за заточку берутся я не буду сейчас скромен в именах примеру вот эту бритву недавно испортил эдуард седрих вот тот вот на которого там все этого молится какой-то которому все кланяться там танцы с бубнами по его личности как бы вот так вот а он ее испортил как он ее испортил он не посмотрел на геометрию вообще он взял ее стер просто стер вместе с об ушком причем стер ее криво ну если я вот никогда не читал эдуарда заточником я до сих пор его не считаю то есть он до сих пор не научился и видимо желание нет потому что желание продать продать дороже дороже вот так это честно да честно может это жестковато звучит но давайте на чистоту это же так то есть испортить бритву на ровном месте не глядя просто надшибись еще брать за это с людей деньги чтобы я потом еще вот это все переделывал за ними исправлял то есть ну это не заточник давайте с этого начнем я также могу добавить по этому поводу по эдуарду седых то есть вот этот вариант он испортил который я сейчас реставрировал то есть все заново все полотно у меня был случай когда я сам с ним связывался ради спортивного интереса и отправлял ему две бритвы из дамасской стали на заточку не интересно посмотреть на что он способен в реальности они на словах а в деле на что он способен но заточил он стрёмно давайте говорить опять на чистоту просто ни о чем это не за . это просто детский какой-то могу ребро вот так вот просто взять вот так вот и ребро вот достать у человека этим ребром хоп и класс выковать да не буду продолжать а то сейчас слова нехорошие пойдут вот но я с ним три или четыре раза общался по телефону по поводу заточки той самой и он все это время пытался мне впарить то дорогие камни за 25 за 40 тысяч то бритвы за там тоже 20 26 до 80 с чем-то тысяч старые таким восстановлены ему было все равно какая за . что там как там ему главное надо было впарить впарить вот этот хлам почему хлам потому что они старые я понимаю если это коллекционеру я понимаю но это же пользователям то есть пользователь бреется старой бритвой которые неизвестно кого там брили покойников или еще кого но это даже не в этом смысл в те времена не было полноценных стали полноценных стали там делали все из одного куска железа забор делали гвозди делали подковы бритвы там даже не было отверстий то есть они не могли просверлить просто отверстие нужного диаметра точного они просто его проковыривали понимаете них вообще ничего не было они не могли сделать что-то ценное рабочие имею ввиду в то время я бы тоже в это время в то в самое время не смогу это сделать потому что там это было нереально сейчас это реально вот так вот по поводу еще одного человечка который называет себя олег бритва я не знаю почему так стесняется своей фамилии почему я не называю себя вячеслав бритва да я же честно называю свое имя и фамилию но там олег бритва вот видимо фамилия может какая-то некрасивая либо стыдно либо еще какие там есть моменты способствующие этому так вот я недавно наткнулся на видео от того самого олега бритвы примерно годовалая и он там рассматривает и обозревает так сказать мою бритву которую мы принесли на заточку сразу хочу сказать что вот примеру эдуард седых вот этот вот олег бритва вот таким людям не надо полноценные бритвы носить на заточку потому что во первых они в шоке от того что они держат руках они привыкли работать с сырой стали мягонькой из которой все легко и просто который нужно постоянно править во время бритья ни один раз крем не убегать вот к таким они привыкли вариантом а еще лучше если вы не купите поэтому ну там ко мне понятное дело за полторы тысячи купили на ebay почистили немножко да и понеслась цена 4 6 12 20 и так далее но он тут говорил что у меня большой ценник ну ты чем посмотреть у кого большой ценник я не хочу никого сейчас ткнуть уткнуть я говорю по существу но про меня же можно говорить по существу до примеру тот олег на своем видео говорил по существу что вот так и так увидал на натуральной кости белой желтые такие храпления и сказал что это масло масло то есть олег вы не видели ни разу в живую натуральную кость или что по-моему да ладно проехали начала говорить про какие-то геометрии про клинышки что они у меня там не конусные эти клинышки я не повторяюсь то есть я не делаю копии тех вот прошлых старых бритв я вношу новшества улучшения то есть это бритвы 21 века я не хочу повторяться что у меня было вот копии тех бритв пускай они за мной повторяются так сказать но если кто-то сможет вообще поэтому зачем обозревать и что-то говорить и также выражаться что я там вот мастер ножа и топора зачем я берусь за бритвы это не моё олег покажи свою работу сначала на что способен ты или только языком балаболить я извиняюсь может я грубо сейчас говорю но это же так языком балаболить может каждый так так ходить по музеям показывать там какие-то там старинные бритвы какие-то там дела там в каком веке кто что где производил тоже может каждый а почему у нас в россии никто больше не производит бритвы а я отвечу потому что брались очень многие очень я много людей знаю которые брались за эту работу но там был подход без души а поэтому люди поняли что это слишком сложно это слишком дорого и это не интересно и на этом не заработаешь вот как то так поэтому попрошу в мой адрес больше не выражаться чтобы я вот не выражался ваш адрес по-другому никак либо правда либо молчи если ты в этом не смыслишь зачем это в этом говорить правильно олег ты же тоже мастер топора я видал как ты им брился ну а почему стекляшка не побрился тоже нормальная тема да взял стекляшку и побрился есть у нас такие дельцы и на ю тубе так ведь так ведь но у тебя нет твоих работ если ты делал те же самые опасные бритвы не может ты не внес какие-то новшества хотя на это тоже нужно мастерство не так ли и вот поэтому хочу сказать в избежание того что бритвы могут быть испорчены не носите вот таким вот знаменитым так сказать вот там в определенных кругах людям на заточку потому что они не могут это сделать у них просто не хватает навыка и мозгов учитесь править сами потому что такие бритвы вот пример из таких стали они чтобы затупились это я не знаю что нужно карандаши наверно строгать как говорил один человек вот поэтому если хотите поправить общать обращайтесь ко мне я вам подскажу как затачивать я вам тоже подскажу потому что тоже еще раз повторюсь олег бритва говорил что они у меня крошатся и что он целый час доводил кромку по грубому целый час он то он устал это же сложно но если не знаешь как делать зачем браться не так ли да я тоже где долго довожу но не час но не час минут 20 я выхожу на кромку а почему я так делаю потому что я с умом подхожу к этому и сознанием и то что вы начинаете там на тысячных камнях вводить кромку на настоящий закаленный стали это уже ошибка номер один все все уже сразу же ошибка все надо остановиться и бросить это занятие и сказать людям честно да я не умею я не умею затачивать настоящую сталь я только сырую могу вот и все поэтому я вас предупредил постоянные мои заказчики не постоянные мои заказчики все кто владеют и пользуются бритвами моего производства поддавайте людям тем которые ведут себя скромно которые не распыляются вот на это вот на этот папас в основном интернете причем а которые просто скромно делают свое дело и обдуманно все движения производит пример вот я знаю одного человека к сожалению что вот у нас преграда есть такая эта граница но она преодолима я вам скажу это всего тут то есть раньше мы жили в одной стране это украина и на украине есть один такой мастер который подошел к заточке бритв с умом с умом и сообразительностью понимаете то есть он это нет не всю жизнь делает зато заточку он занимается это этим не всю жизнь но он включил голову он сделал все правильно пошел правильным путем и за . теперь у него такая который могут позавидовать очень и очень многие и он может заточить любую бритву хоть и старый той стали не закаленный хоть вот из 21 века бритвы он заточит любую и она будет только радовать и этот человек александр бадулай приветствую александр если ты смотришь данное видео вот если у вас есть дорогие мои пользователи моих бритв моих творений то попытайтесь отправить договориться с александром бадулаем вот тот человек который сможет сделать сказку из любой бритвы он именно заточник бритв а на этом принципе я все сказал вот хотел конечно добавить что ко мне очень часто обращаются с просьбой чтобы я заново начал изготавливать бритвы ну не очень не нравится отказывать людям в этом потому что это и мое любимое дело но просто меня не хватает на то и другое то есть чтобы я там глинки к ножам горами катал чтобы еще и делал эти душевные бритвы и поэтому просто меня не хватает но если будет продолжаться в том же духе в мою сторону мой адрес будут продолжаться такие какие-то там высказывания какие-то там умозаключения неподобающие то я наверное все таки возьму и начну делать бритвы всем назло до всем назло чтобы опять люди могли пользоваться полноценными инструментами чтобы я им мог затачивать ремонтировать бритвы и так далее и тому подобное вот и все не просто вот надо меня просто не самому себя переломить для того чтобы снова возобновить производство бритв а если их возобновлю они пойдут сотнями потому что у меня заготовок только одних там больше сотни но я пока не готов поэтому на этом хочу сказать что я все сказал вот еще раз сказать то что мне было очень приятно с вами снова встретиться пообщаться пускай это происходит очень редко но все же в общем добра вам и правильных решений выборе на этом разрешите отклониться увидимся